здравствуйте друзья рад вас приветствовать и сегодня в этот январский день которым на черном море купаются в январе месяце хочу с вами поговорить о таком вопросе как карма на самом деле будет много выпусков о карме и начну именно сегодня с него почему потому что во первых именно этот вопрос выиграл в группах контактах как наиболее самый волнующий с чего начать не знаю тема очень многогранная очень серьезная и начну наверное с самого такого основного начну с понятия мы приходим в эту жизнь с определенной порции или уровнем как я люблю называть у рюкзаков долгов не грехов а именно долгов что это такое многие люди путают грехи с долгами значит они говорят вам это такой грех это нельзя делать и так далее и тому подобное на самом деле я вам хочу сказать мы приходим эту жизнь отдавать долги но не грехи грехи замаливают я уже миллион раз говорил но опять повторюсь что грехи это тогда когда человек определенные словами аскезой оплатой и так далее и тому подобное заболевает то есть если брать по христианству то это получается вы должны попаститься что такое пост многие часто путают его с их диетой то есть они считают что три дня можно не попить спиртного не поесть семя снова вернее белковые животноводческой пищи и на самом деле это сильно защитется и можно пойти исповедаться и почистить попить божьей крови ну правда сразу все знают заранее что обмануть подсунуть не божью кровь а кагор в лучшем случае и за есть божьим телом я не говорю сейчас про каннибализм нет нет и вампиризм нет нет ребята это вы подходит и не я сказал почему потому что она же учат чего-то божье тело божья кровь и все остальное нет я говорю про правила исповедание речь сейчас не об этом не о грехах я говорю о долгах долг платежом красен то есть мы приходим в эту жизнь для того что что-то отработать стать лучше или выполнить свое предназначение что значит предназначение то есть нам дает некий набор инструментов некий набор способностей умственных материальных в том числе которые мы можем использовать как ресурс то есть недавно вышло мое видео там где я сказал что ребенок есть из плохой кармы то он рождается в бедной семье не совсем так вот почему-то люди все перетягивает только в одностороннем порядке а типа в богатой семье только рождаются здоровые дети ничего подобного дело в том что да действительно я считаю что как такового рая и ада не существует почему потому что между адом и раем скажем так это же это же духовного развития почему я объясню почему если по христианской мифологии или религии говорить то получается плохой человек что значит плохой человек как бы грешник который внимание 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 не успел да не успел прийти внимание в церковь и исповедоваться то и он попадает в ад ну как бы так же да правильно то есть по хрен что ты думал как ты жил как ты решил кого-то там пачил убивал и все остальное главное что вовремя прийти там церковь посиди на диете попей божьей крови заешь божье тело это самое главное и получается что тебе париться как бы все уже прошло все отлично все великолепно ты в шоколаде и ты попадаешь в рай ну так получается давайте разберемся за что иисус христос который является спасителем отдал собственную жизнь но одни говорят что отдал по собственной воле другие говорят шпоте и пилат его речевал в любом случае издал приказ указ чтобы его все-таки казнили то есть как бы не по собственной воле ну суть не в этом сейчас я не разговор не об этом он отдал внимание за все внимание за все грехи человеческие то есть это говорит о том что за все то не говорят не говорит в прошлом которые были совершены да а за все то есть за те грехи которые совершу завтра я но я я же человек да то есть он отдал за все грехи кто-то считает допустим меня грешником себя грешником всех грешников а я рожден уже тоже грешен во грехе родился какого хрена а что есть другие способы зачатия ну не ну как то не получается непорочным зачатием зачаться да ну как то не по вот только писью надо вставить а я я это нехорошо как же блин нехорошо если мы этот путь размножения ну какой то дурдом и во грехе мы живем и и получается если иисус христос отдал собственную жизнь за все наши грехи то следовательно чё нам париться по поводу грехов уже вопрос решен вообще все окей все само собой разумеющийся факт за вас заплатили чуваки грешите опять забыл блин осталась одна одна мелочь главное перед смертью вовремя попасть церковь исповедоваться да точно ладно я не думаю что бог дал столько мозгов человеку даже в переводя в килограммы сколько весит мозг откройте в google по почитайте для того чтобы он вообще ни хрена я этой штукой не пользовался вот он пользуется всем а пальцами ногами да там носом глазами всем писей в том числе пользуются ну даже если сексом не занимается то в туалет точно ходят а мозгами блин он не пользуется напрочь не хочется пользоваться блин ну вообще религия классная вещь она не обманывает понимаете ребята поэтому когда вы мне говорите про грехи вот тут я могу сказать срань господня на самом деле я не высмеиваю христианство ни в коем разе там очень много правды очень много серьезных вещей его интерпретировать надо правильно понимаете вот все считают что иуда это такой фу 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 нехороший парень который предал иисуса а я так не считаю он четко выполнил свою задачу и он знал знал что он будет проклят человечеством и так далее и тому подобное и он пошел на это а вы бы пошли а вы бы не пошли бы наверняка да я и сам бы не знаю пошел бы я чтоб у меня там педалили столько веков что я там предал какого-то великого парня там и так далее и тому подобное ну наверно кишка была бы тонка ну честно что ж я буду говорить за себя что я такой великий и классный говорю как есть я с вами честен и не откровенен значит поехали дальше то есть мы понимаем что мы сейчас говорим не со стороны грехов а со стороны долгов что такое долги давайте разбираться ну представьте себе банк ну это вы наверно в каждый может представить представьте себе что вы брали кредит но некоторым и представлять то не надо они брали кредит вот смотрите приходите в банк берете кредит они вам разбивают отдачу кредита по месяцам и еще разбивают что не только тело кредита но и проценты то есть ежемесячно платите процент то же самое касается едет машина грузовая сейчас чуть-чуть замолчу значит грузовая машина едет по берегу моря все строю 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 значит то же самое в небесном банке происходит платите проценты все молчу пропускаем машину ребята платите проценты то есть энергетически вырабатывайте энергию для чего и созданные люди если вы вырабатываете на количество энергии то следовательно вы нормально оплачиваете нормально развиваетесь выполняете свою кармическую задачу что только кармическая задача поговорим чуть позже и так и вот представьте себе есть люди которые не платили проценты как и банку которые принимают денежные средства то есть материальные ценности ему абсолютно параллельно откуда вы взяли это бабло самое главное что чтобы вы это бабло то есть деньги принесли в месяц и оплатили банк вас не спрашивает украли вы или не украли эти деньги забрали у родителей у мамы в кассе вам говорят с вас пять тысяч или тридцать тысяч или там другую сумму и плевать сколько людей вы обокрали обчистили навернули цену и все остальное бабло бабло надо банку то же самое небесному банку платите проценты какие проценты какой кредит вы брали на самом деле если я сейчас сижу напротив вас а вы смотрите этот телевизор опять я эту машину пропускаю то можно констатировать тот факт что мы оба пришли с определенными долгами долгами по жизни какими долгами у меня одни долги у вас другие да да я тоже не святой и на святого даже никогда не претендовал значит следовательно я должен эти долги отдавать как я могу отдавать когда я родился то мне как бы дали грубо говоря некую частичку души будем говорить так да вот уже физической величиной высчитали что когда умирает человек то тело становится на 20 грамм легче то есть 20 грамм грубо говоря весит душа эзотерики считают что точка души находится вилочковидной железы и мы можем констатировать тот факт что у новорожденного это вилочковидная железа бывает больше чем человека старого ну который умер от старости хотя люди от старости в принципе не умирают а умирают от износа будем говорить так а износ у каждого свой разный да это как в машине на плохих маслах ездил раньше мотор застучал плохие витамины принимал плохой жизнью жил человек раньше все все предельно на машинах ну человек на машинах быстрее понимает чем чем на себе потому что мы изучаем все кроме самого себя я взял частичку такую знаете некую крупицу этой души и вот за всю жизнь я ее должен вырастить ну будем говорить так до 20 грамм хотя я считаю что гораздо больше в процессе выращивания этой души я должен оплачивать у небесный банк некие проценты и вот если я не оплачу эти проценты в небесный банк я нарабатываю долги то есть пеня 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 дальше я разверну эту тему это в принципе первый выпуск какая пеня пеня идет у некоторых в прогрессе с нарастающей прогрессией почему потому что на пеню еще пеня и так далее и тому подобное и вот представьте себе о каком рае мы можем говорить если в раю смотрите все устроено примерно так же самое как и везде вот в этом мире кто-то живет как сыр в масле как говорят в хороших условиях позволяет себе путешествовать а кто-то вынужден в 4 утра вставать в селе Загагуевка 2 часа тратить на дорогу в какой-то убитой маршрутке чтоб доехать в город потом 6 ой какой 6 8-10 часов отпахать когда над тобой издеваются кричат бытло давай быстрее блин быстрее паши козлы вонючие я вам деньги плачу вы скоты ели поворачиваетесь и так далее и тому подобное и потом 2 часа он тратит время чтоб приехать с города потому что в селе другой работы нет вернуться в свое село для чего для того чтоб переночевать потому что в городе дорого стоит жилье а для чего он ездит в город для того чтобы заработать некоторые копейки средства существования для того чтобы купить что пожрать для того чтобы оплатить какие-то ну свет там тепло когда он ночует это существование а кто-то там себе позволяет манну небесную снег кстати что такое манна небесная снега я надеюсь все знают тогда когда Моисей водил людей по пустыне тогда они ходили с саркофагом с другой планеты и открывая этот саркофаг падала некая какая-то типа манки небесная белого цвета крупа которую они ели а что же ничего в пустыне жрать почти миллион людей было а что там жрать то ладно об этом другая история итак кто-то живет по-другому да значит следовательно что происходит мы пришли с разных этажей далее смотрите дальше что происходит к примеру тот человек который занимался земледелием у него нету ведения нету опыта ведения бухгалтерского учета у него нету опыта зарабатывания денег а заниматься казной казначейством и так далее и тому подобное как его в раю могут поставить у казначейства как расскажите вот как это я не знаю вы считаете что в раю не надо ничего не надо то есть грубо говоря вот знаете вышла душа поиграть в теннис и она играет да ну к примеру музыка ну хорошо как плохо когда снимаешь на телефон ну и хорошо удобно и плохо почему потому что звонки 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 и сбивают смысл так вот к примеру у нее нету опыта казначейства и бац в раю поставят казначея у нее у нее что откуда опыт появится работать с деньгами а вот о чем я сбился ну к примеру в теннис там или там или в гольф ну вот представьте себе поле гольф у вас там клюшки а где же тот мальчик который будет носить клюшки берется он тоже в раю только почему-то рай какой-то разный да для одних рай это те которые играют в гольф а для других рай это те которые носят клюшки а кто этот гольф убирает от мусора а душа ж не мусорит ну да ну хорошо а травку выращивают ну поливает мячики откуда берутся кто их производит ну правильно а музыку слушает точно точно ребята она слушает музыку ё-моё не на ну музыку кто ее играет или музыку играют те которые живут в аду значит мы можем говорить что в принципе в раю примерно такие же самые условия как и здесь кто-то кого-то обеспечивает это вполне естественные вещи значит о каком равенстве мы можем говорить мы о равенстве ни здесь не можем говорить ни в раю его нигде нет его не будет есть этажи духовного развития то есть чем выше этаж тем выше условия грубо говоря значит смотрите что происходит если душа наработала очень много долгов у нее ниже этаж что такое ниже этаж да это общежитие к примеру удобство там где на улице летний туалет летний душ а где вы зимой моетесь в море а как же зимой а что то зимы да вот так и живут многие в принципе кто-то и моется еще там с кастрюльки кто-то там с рукомойника такого знаете водичка потекла раз умел что а кто-то еще со стакана воду набирает в рот и умывается скажем и свое кто-то в джакузи парится я говорю абсолютно нормальные явления на абсолютно нормальные вещи хорош эту лабуду которую вот там пелену эту на глазах и которую на ушах у вас там висит ее пора снимать ребята пора уже как-то думать на собственную жизнь неужели вы реально думаете что если вы в этой жизни были никем то в следующей жизни вы станете всем а на каком основании вас туда возьмут чтобы вы стали всем там ваш опыт есть всем заниматься вы что можете руководить страной вы можете делать деньги вы можете зарабатывать ресурсы создавать ресурс нет на самом деле хорошо в раю нету денег пускай пускай нету в раю денег вопросов нет да там деньги действительно не нужны энергия нужна ресурс нужен а деньги это и есть ресурс хорошо там другой какой-то ресурс понимаете какая-то другая энергия если у вас не было опыта создания этого ресурса в этой жизни то откуда у вас появится опыт работы в раю чтобы создать ресурс там к примеру какой-либо энергетический значит следовательно вы здесь были никем то можно будет догадаться что и там вряд ли вы какое-либо почетное место заслужите я вижу это этажи духовного развития то есть чем ниже этаж чем хуже условия тем больше исчадия ада ну про котел в котором варится души вообще не души душонки я уже рассказывал в своих видео и так поэтому чем выше этаж следовательно выше условия лучше питания лучше там теплее не так изнашивается организм человек не так работает вот это не было нету 10 часов на работе 4 часа добраться туда и обратно 14 часов у него ухоя существование только на заработки какое-то жалкого существования понимаете 14 часов остается 8 часов 8 часов сна а ему еще надо помыться раздеться приготовить детей значит следовательно что недосыпание недосыпание значит недовосстановление своего тела клетки физика растет только тогда когда человек спит а если у него недосыпание значит сколько тысяч клеток миллионов клеток которые не вырастают в вашем теле вот и человек живет меньше ну все же просто пелену только надо снять с вас так поехали дальше так вот чем больше долгов тем ниже этаж я надеюсь понятно ну давайте на этом мы сегодня закончим в следующем видео выпуске я вам расскажу про долги и кто как живет на каком этаже всего доброго с вами был виктан ты еще не подписался на мейли напрасно подальше будет интереснее